У меня такая ситуация. Я с мужем в разводе и после рождения ребенка с рода Идды ушел. Он каждую неделю забирает ребенка и сам решил для себя, когда он будет это забирать. Ранее забирал в месяц один-два раза, теперь каждую неделю. И мне неприятно, что он сам решает и делает то, что захочет. Ребенку 10 месяцев. Я прошу сойтись в браке, но он не хочет и дает понять, что выходи замуж и отдай мне ребенка. Я хотел бы знать, на что он имеет право и какие мои права. И могу ли я ограничить его и поставить какие-либо условия. Он оплачивает 3 тысячи в месяц, ссылаясь на то, что денег больше нет. И хотелось бы еще знать, какая выплата за месяц ребенку, размер выплаты какой должен быть. Когда муж и жена разводятся между ними, если есть ребенок, не достигший до 7 лет, по мнению большинства ученых, если мама является мусульманкой, праведной мусульманкой, ребенок остается у матери. Воспитание, хадана называется, это должна мама воспитать, ребенок остается у матери до 7 лет. Но все расходы на это ребенка несет отец, его кормит, обувает, если заболел, лечит. Для него нужно покупать все, лежит на отца. На матери никаких расходов там нет. Если даже мать отказывается кормить ребенка, кроме как, если будет заплатить отец, это тоже должен отец заплатить за то, что он кормит ребенка. За это тоже имеет право мама от отца деньги забрать за кормление ребенка. Это общая хакма. Потом, когда ребенок бывает у матери, мать не имеет права не показывать ребенку отца, отцу. Но отец приходит днем, не ночью, днем приходит. Или, если ему разрешает, и есть махрам, бывшие жены дома, и ему разрешение, он зайдет, смотрит, посидит ребенка, поиграет и уходит. А если не хочет, чтобы муж, нет, если она не хочет, чтобы он зашел к ней домой, или махрам нет, она выводит ребенка на улицу и отца оставляет. Потом отец обратно домой приходит. На ночлег остается у матери, хоть днем отец его забирает. Это общая хакма. А расходы там говорится 3000. Расходы бывают на ребенка, смотря на положение отца. Если отец богатый, должен побогаче расходы делать, побольше давать. Если отец бедный, минимальные расходы, которые ему нужны, он должен давать. Ребенка все отец несет. Начиная с памперсов, окончая до его больницы, все расходы отец несет, сколько уходит, и столько отец должен платить. Определенной суммы нет. Например, если ребенок и отец живут в Истанбуле, расходы другие. Если они живут, например, в Москве, расходы другие. Если они в какой-то селе, в какой-то хоторе живут, там расходы другие. Из-за этого, если они сами между собой соглашаются, столько хватает, и решат вопрос, это лучше. Если нет, обратились к шариатскому калды. Казы, смотря на местности, где они проживают, им ставят сумму, сколько должен отец давать. Я сейчас отходя от этого вопроса, я не говорю, именно он такой. Но многие братья что-то женятся, раздается ребенок, что-то не совпало, у них разводится, оставляют даже свои ребенка, не смотрят ни расходы, ничего, третий, четвертый, пятый берут, но свои ребенка, которые сам должен обеспечить, не обеспечивают. Потом сестру приходится где-то попрощение начать или кого-то просить. Это неправильно. Даже если отец обиделся на мать, там ребенок не виноват. Он говорит, я матери ничего не дам. Ты матери ничего не должен давать, ты должен своего ребенка кормить, и ты должен за это ребенка смотреть. Вот это обеспечение на отца лежит. Это после семи лет ребенок выбирает, где он жит. Ему дается выбор, где он хочет жить, там и будет жить. Например, сказать, я хочу сейчас у отца жить, к отцу переходит. Если после месяца у отца жить, нет, я сейчас хочу в матери жить, где ребенок жить будет, если оба они правильные мусульмане. Если нет, если отец не воспитывает ее по шариату, или же разрешает ему все, что он хочет, несмотря на дозволенность, не дозволенность по шариату, а мама более строгая и более воспитывает ребенка, тогда, смотря на это, сам решит, где лучше ребенка остается и оставляет. Этот, кажется, на весь вопрос ответ, остался чем-то. Да, насчет, хотелось узнать, на какие я спросил, можно она чем-то его ограничивать или в какие-то условия? Органичиваются нету. Органичиваются как? Например, органичиваются калды. Если у него лучше, если сами согласятся, на что это можно. Если нет, калды, говорит, например, именно Кудама, неделю один раз разрешается отцу посещать ребенка. Не каждый день, неделю один раз. Есть меньше, есть, которые говорят больше, но средний, это неделю один раз. Калды, смотря на это, решают вопрос. А так, если они согласятся, как они хотят, так и можно это решить. Спасибо. 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 Спасибо.